Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Предприятие отличается с точки зрения быстрого и качественного решения задач в лучшую сторону. Люберецкий водоканал отчитался о готовности к зиме. Основные услуги, которые предлагает фонд, их всего 15, но топ-3 – это выставки, это бизнес-миссии, поиск иностранного покупателя. Руководители предприятий пищевой промышленности встретились за круглым столом. Это такая интересная, действительно многогранная история, объединяющая и детей, и молодежь. Общественно-государственному проекту «Движение первых» исполнился год. Для меня сейчас выступление на соревнованиях – это не то, чтобы добиться, вызвать кубок, очередную медаль. Какие награды привезли с собой люберецкие каратисты с чемпионата и первенства мира – смотрите в выпуске. А теперь обо всем подробнее. В люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчетный период в люберецкую полицию поступило 2200 обращений. Возбуждено 25 уголовных дел, 19 раскрыты по горячим следам. Произошло 271 ДТП и 4 пожара. Есть пострадавшие. 7 октября, 15 часов 26 минут, загорание частного дома по адресу Малаховка, улица Некрасова, дом 86. В результате пожара обгорели личные вещи и предметы мебели на общей площади 30 квадратных метров. Также обгорели стены, перекрытия, мансарда на общей площади 80 квадратных метров. К сожалению, на этом пожаре погибло двое детей. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз и причины пожара пока будут устанавливаться. 4 октября в округе стартовал отопительный сезон. В первую очередь отопление включили в социальных объектах. В жилые дома тепло придет до конца недели. Подрядчики начали готовиться к зимнему содержанию дорог. В настоящее время ведутся работы по переоборудованию техники для работы в зимний период. Это КДМ, трактора с навесным оборудованием, погрузчики. Всего 102 единицы спецтехники. Ведется поставка противогололедных материалов. Всего на зимний период необходимо порядка 23 тысяч тонн. Из расчета 80 циклов на протяженность уличной дорожной сети, которая составляет 407 километров. Более 40% противогололедных средств уже поставлено. Весь материал приобретут до 15 ноября. Готовят к зиме и спортивные объекты. Во дворах будут заливать катки. Главной площадкой катания на коньках станет роллер-дром в Наташинском парке. В начале 2025 года для жителей округа откроют после реконструкции обновленный стадион торпеда. Это будет полноценная трибуна с навесом на более чем полторы тысячи мест. Это всесезонное поле. Оно будет с подогревом. Будет 8 беговых дорожек. Универсальная спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол. Площадка ДТО и зона воркаута. Полноценное трибунное пространство. Оно будет порядка 2100 квадратных метров. Ранее было 700 квадратных метров. Там будут освещены раздевалки, атлетический зал, зал единоборств и административные здания. На совещании обсудили вопросы содержания дворов, ямочный ремонт, удаление пней и вывоз мусора. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Дени Зоугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ресурсы, снабжающие организации городского округа, начали отчитываться о готовности к предстоящей зиме. Первое предприятие, где прошел смотр техники – Люберецкий водоканал. С его арсеналом ознакомилась и наша съемочная группа. Люберецкий водоканал работает в режиме постоянной боевой готовности, независимо от сезона, дня недели или времени суток. Ведь сети водоснабжения функционируют без перерыва, а значит, внештатная ситуация может произойти в любой момент. Все помнят ту ситуацию, которая была у нас в Красково в апреле месяце. Все работы полностью произведены. Построена новая камера гашения. Вынесена она с территории ТСЖ, жилого дома. Полностью новое бетонное сооружение с футеровкой, с полнейшей гидроизоляцией. Все выполнено. Та вопроса больше нет. На этой площадке разместили лишь малую часть боевого арсенала Люберецкого водоканала. Всего предприятие насчитывает около 80 единиц спецтехники и более 600 сотрудников. Ежедневно на службу вступает 8 аварийных бригад. Предприятие отличается с точки зрения быстрого и качественного решения задач в лучшую сторону. Поэтому огромное спасибо коллективу, руководству. Все молодцы. Настрой бодрый. Предприятие исполняется в ближайшее время, через 4 года, 100 лет. Сегодня это 96 лет. И, конечно же, вот эта история, история надежности Люберецкого водоканала, она находится на очень высоком уровне. Техника и оборудование, с которым работают сотрудники предприятия, постоянно обновляется и пополняется. В этом году Люберецкий водоканал получил новый дизель-генератор, который обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии на ВЗУ и канализационно-насосных станциях. Луиза Эйгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжается проверка коммунальных служб и управляющих компаний. Традиционный смотр техники прошел на базе Объединенного комбината благоустройства и ЖКХ. В том, что предприятие готово встречать зиму во всеоружии, убедились мои коллеги. Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства отвечает за содержание общественных пространств, дорог общего пользования, неостановочных павильонов и внутриквартальных проездов. Территория обслуживания предприятия – весь городской округ Люберцы. А это более одного миллиона квадратных метров уборочной площади. В зимнему периоду времени у нас подготовлено 106 единиц техники. Из них 69 – это уборочная, остальные вспомогательные – газели, легковые автомобили для контроля содержания. Рабочих ручной уборки 80 человек и в смену порядка 60 человек водителей. Запасов реагентов и песко-соляной смеси тоже достаточно. Предприятие подготовило свыше 12 тысяч тонн материалов, необходимых для обработки дорог. Вопросы есть только по укомплектованности кадрами. Всегда есть проблема с именно людьми рабочими, именно ручниками. Есть такое выражение профессиональное. Мы ведем работу, приглашаем всегда на наше предприятие новых сотрудников. Эту работу проводим постоянно. И, конечно же, всегда будем рады тем, даже вахтовым методам, приезжающим к нам сотрудникам, которые вольются в наши коллективы. По сравнению с прошлым годом, спецтехники у Объединенного комбината благоустройства и ЖКХ стало больше на 50 единиц. Среди новинок – самосвалы, трактора МТЗ-82 и мини-погрузчики. Для складирования снега предприятие подготовило два участка. На одном из них будет работать мобильная снегоплавильная установка. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в городском округе. Жители задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Какие обращения поступили от Люберчан, расскажем в сюжете. Встреча в формате выездной администрации помогает жителям быстрее решать вопросы, а также рассказать о своих идеях мероприятий и улучшения территорий. Так, жительница ЖК «Самолёт» Евгения Шкаликова пришла с предложением организации выставки фотографий. Мы организовали фотоклуб, в котором мы помогаем мамам не только в декрете, но и в принципе мамам не выгорать, помогаем находить себя. Мы хотим организовать фотовыставку, чтобы другие смогли узнать, что мы делаем, поделиться нашими достижениями. Все обращения оперативно берут в работу. В каждом подразделении администрации на некоторые вопросы лично отвечал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Идея с фотовыставкой решено поддержать. Соответственно, можно в следующий месяц, через месяц определить, и в помещениях, и на улице. В зиме в том, настровье можно сделать, чтобы максимальное количество жителей заинтересовалось. Может быть, это потом войдет в традицию. В рамках встречи обсудили развитие новых территорий, строительство социально значимых объектов, комплексное благоустройство дворов и работу общественного транспорта. Узнать о месте и дате проведения следующей встречи можно на официальном сайте администрации или на страницах в соцсетях. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Секретарь Люберецкого местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. Встреча прошла в исполкоме политической партии. С какими вопросами на этот раз обратились к нему жители городского округа, расскажет наш корреспондент. Личный прием граждан прошел в расширенном составе. Кроме Владимира Ружицкого, на встрече присутствовали его коллеги по депутатскому корпусу. Одна из жительниц обратилась с просьбой разобраться с несанкционированной торговлей на станции Люберцы-1. Этим вопросом секретарь местного отделения партии поручил заняться Елене Верховых. Елена Анатольевна, человек, она опытный, вынесет на комиссию, вас она пригласит. На эту комиссию пригласить надо и замначальнику УВД, кто отвечает за общественную безопасность. Другую жительницу городского округа Люберцы привело на прием бездействие управляющей компании. Женщина пожаловалась на протечку кровли в многоквартирном доме в Малаховке. Произошел 22 февраля залив этого года. Залили пять этажей по вине нашей управляющей компании. До сих пор ни смирты, ни предложений никаких. Я не могу отремонтировать. Привет, Павел Александрович, дорогой. И вот на приеме находится Богомолова Раиса Алексеевна. Малаховка, улица Комсомольская, дом 13, она живет в квартире 7 в 4. Там вот просто кровли, работа управляющей компании. Никто не реагирует. Так, Борисович, сегодня выйду, ходим в отпуск и к ней. Также на встрече прозвучали вопросы, касаемые благоустройства, работы полиции, социальных льгот и здравоохранения. Всего на приеме у Владимира Ружицкого побывали 8 жителей городского округа. Уиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжается реконструкция Октябрьского проспекта. Первый этап масштабного проекта включает в себя строительство подземного пешеходного перехода в районе улицы Красная. На каком этапе сейчас работы и когда их планируют завершить, выясняли мои коллеги. Строительство этого подземного перехода началось около 6 месяцев назад. За это время здесь полностью оборудовали лестничные сходы под Октябрьским проспектом. В настоящее время такую же работу проводят в районе пересечения с улицей Красная. Всего у нового перехода будет 4 выхода на каждую сторону перекрестка. Работаем в городе под действующим движением, под действующей улицей. И для того, чтобы перейти эти улицы, необходимо делать многочисленные переключения движения транспорта, чтобы захватками, этапами производить строительство подземной части тоннеля пешеходного перехода. Из-за этого длительность строительства увеличивается в разы. Это основная сложность. Подземный пешеходный переход имеет Г-образную форму. Его длина чуть больше 93 метров, а ширина и высота свыше 4. Сейчас над строительством нового объекта дорожной инфраструктуры задействовано более 40 человек. Подрядчик ведет активное строительство. В конце этого года мы уже откроем первую часть подземного перехода. Почему первую? Потому что под самим Октябрьским проспектом пройдет основной переход. Но последующая часть, буквой Г, можно так сказать, он будет выведен еще и на другую сторону дороги. Поэтому он будет вести свое строительство. Но жители уже комфортно смогут переходить сам Октябрьский проспект именно в конце года. Такой же подземный переход построят на пересечении с улицей Смирновская. Сейчас прорабатывается схема движения транспорта на этом участке. После того, как подрядная организация получит разрешение от ГИБДД и МОС Автодора, она приступит к работе. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Александр Глазов. Телеканал ЛРТ. Медицинские учреждения округа продолжают оснащать современным оборудованием. В Люберецкой областной больнице в поселке Красково обновили отделение реабилитации и офтальмологии. Подробнее в следующем сюжете. Открыли новое отделение реабилитации в марте этого года. В основном зале работает инструктор, который контролирует процесс лечения пациентов. Здесь помогает восстановиться после тяжелых травм и повреждений центральной нервной системы. У нас есть тренажеры как для пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата и после операции по ортопедии, так и оборудование для больных после инсультов. Это центральная нервная система и нарушение мозгового кровообращения. Это баланс системы, это стабила платформы, дорожки, подвесная система. Даже у пациентов со сложной степенью повреждений опорно-двигательной системы получается заново встать на ноги после курса реабилитации. И все благодаря высококвалифицированным сотрудникам и современному оборудованию. Больница на самом деле очень сильно изменилась и меняется в лучшую сторону. Это и новые палаты, это новое оборудование, которое поставляется. На это направление сейчас направляется очень серьезная и сила, и средства для того, чтобы людям в сложной ситуации, связанной со здоровьем, не оставаться один на один. Поэтому огромное спасибо врачам. На этом, конечно же, останавливаться ни в коем случае мы не будем. Второе обновленное отделение в стационаре – офтальмологическое. Здесь установили современный проектор знака, который позволяет с помощью пульта менять экраны и размер объекта для проверки зрения. Появился новый ультразвуковой аппарат, где проводят диагностику структуры глаза. А также подбирается правильная линза. Новое оборудование помогает пациенту комфортно и безболезненно проходить процедуры. Все, что здесь находится, это диагностический кабинет офтальмолога, который позволяет нам обследовать больных до операции, чтобы определить, что же нужно, какой диагноз, в каком состоянии глаз. И в том числе подобрать необходимую внутриглазную линзу, искусственный хрусталик. До конца года в Люберецкую областную больницу будет поступать новая профессиональная техника. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецкой областной больнице открылось новое отделение сосудистой хирургии. Теперь врачи проводят операции на магистральных сосудах, которые позволяют спасти жизни. История болезни одной из первых пациенток в нашем следующем сюжете. Можете потихонечку вставать. Джульетта Нанабашвили уже попрощалась с жизнью, когда экстренно попала в Люберецкую больницу с инсультом. Врачи нормализовали её давление, но после проведения МРТ стало понятно – пациентке всё ещё угрожает опасность. Для дальнейшего обследования и лечения её направили в новое отделение сосудистой хирургии. Мне сказали, что у меня закрыта сонная артерия. И сюда я попала. Мне сказал невропатолог, где я лежала с инсультом в этой больнице, что здесь есть хорошие врачи. У меня не болит голова, болела головная боль, особенно вот в этой области, в области затылка. Потом шум в ушах был. Спасибо врачу, который прооперировал меня. Я даже не думала, что буду жива. Во время операции выполнили надрез в левой половине шеи для обеспечения доступа к поражённому участку. Выделили сосуды сонной артерии из мягких тканей и удалили бляшки, чтобы нормализовать кровоснабжение. Затем врачи выполнили пластику внутренней сонной артерии. У нас проводятся практически все виды операций на магистральных сосудах. То есть это каротидная эндортрактомия, это бедно-подколенное протезирование, шунтирование. При необходимости мы подключаем эндоваскулярных хирургов, где проводятся и путём прокола, операции стентирования, баллонной ангиопластикой и так далее. Удаление вен. Ну и в принципе все виды сосудистых операций, которые у них есть. Таких пациентов, как Джульетта Нанабашвили, много. Это люди с поражением магистральных артерий. Около 80% летальности связано именно с такими диагнозами. Благодаря открытию отделения сосудистой хирургии, люберецкие врачи могут спасти ещё больше жизней. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ. Спасибо, спасибо. Попробуйте, давайте пройдите самостоятельно, чтобы я тоже мог. Новые рынки сбыта и меры поддержки бизнеса. В городском округе прошёл круглый стол для руководителей предприятий пищевой промышленности. На вопросы предпринимателей ответили эксперты и их коллеги, которые имеют успешный опыт реализации своей продукции за рубежом. На встрече присутствовали мои коллеги. 15 октября в России отмечают в День работника пищевой промышленности. Депутаты городского округа Люберцы, который курирует вопросы предпринимательства малого и среднего бизнеса и торговли, предложили отметить эту дату продуктивно. Организовали встречу, на которую пригласили ведущих производителей продуктов питания. Я, как бы шутя, всегда говорил, желательно выйти на арену Китая и желательно с того товара иметь доход хотя бы один доллар, и чтобы этот товар купил каждый китайец. И на этом можно как бы радоваться. Около месяца назад одно из люберецких предприятий сумело найти выход на китайский рынок. Представитель торговой марки «Дядя Ваня» поделился на бизнес-завтраке секретами успеха и историей создания компании. На самом деле наша история – это, наверное, классическая история для тех компаний, которые начинали в 90-х. Ну, я так понимаю, что многие, да, кто начинал в 90-х и присутствуют здесь. Начали мы с трейдерства, купи-продай по-простому. И если говорить об огурцах, то начали мы их производить в Индии на заводах и завозить в Россию под наши торговые марки. Немаловажную роль в процветании бизнеса играют меры поддержки. В Московской области существует специальный фонд, который помогает в продвижении товаров на экспорт. Основные услуги, которые предлагает фонд, их всего 15, но топ-3 – это выставки, это бизнес-миссии и поиск иностранного покупателя. Если вы выбираете выставки в международных государствах, вы выступаете, показываете свою продукцию, знакомитесь с потенциальными покупателями, проводите так называемые полевые маркетинговые исследования. За 9 месяцев этого года около 100 люберецких предприятий воспользовались услугами фонда и повысили свои шансы выйти на новые внешние рынки. Сотрудники управления МВД России Люберецкая подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев и определили основные планы до конца года. С отчётным докладом выступил заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Максим Фоменко. Основной акцент на мерах, направленных на предупреждение, раскрытие и расследование преступлений. Благодаря проведению ряда профилактических операций в округе удалось сократить количество правонарушений. Совокупность проведённых мероприятий позволила в целом стабилизировать криминогенную обстановку, не допустить разрастания межнациональных конфликтов, противодействуя экстремистским и террористическим угрозам. За 9 месяцев 2023 года возбуждено более 2700 уголовных дел. 1513 человек привлечены к ответственности. Сократилось количество убийств, изнасилований, грабежей, фактов причинения тяжкого вреда здоровью. На 4,5% возросло количество дорожно-транспортных происшествий и составило 117 аварий. Автомобильные кражи увеличились почти на 40%. С 25 краж транспортных средств по 7 совершено на территории обслуживания 2-го и их томских отделов. В Томилинске 4. Раскрываемость краж транспортных средств составила 47,4%. Прошлый год 27,3%. Нераскрытыми остаются 10 преступлений. На территории обслуживания Люберецкой полиции установлено 12,5 тысяч видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион». Благодаря им за 9 месяцев раскрыто 131 преступление. По итогам доклада за отчётный период работа межмуниципального управления МВД России Люберецкая признана удовлетворительной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Участники специальной военной операции встретились со студентами Гуманитарно-социального института. Учащиеся узнали из первых уст о будних военнослужащих. Тему продолжит наш корреспондент. Решение уйти в зону СВО было принято по зову сердца. Военнослужащие рассказали молодёжи правду и объяснили, почему решили стать добровольцами. «Я ушёл 10 октября 22-го года, сам пришёл в информацию, дал полицию. Боеводов был первая часть войны. Но это сейчас, это совершенно первая часть». «Когда мы везли туда гуманитарку, навстречу нам ехали автобусы, переполненные женщинами, детьми, которых уже тогда эвакуировали из Донецка. Там знали все, что будет война. Я позвонил в комбакт и говорил, что надо формировать батальон. Забровольческий, вот БАРС-13. Я заместитель командира батальона БАРС-13 был. И в мае месяце, значит, мы уже прибыли на фронт». Участники специальной военной операции рассказали, как, будучи на передовой, они помогали мирным жителям, не отказывая им в помощи даже ценой своей жизни. «Никогда не забуду вот эту вот вереницу беженцев, когда мы отступали как раз с Красного Лимана. Они поняли уже, что мы будем отходить. Это вот эти солдаты, которые измучены двухнедельными боями, без воды, не было времени поесть, под постоянными обстрелами. В лучшем случае мы спали два часа в день. В лучшем случае. И сами, вот я знаю эту усталость, я знаю, какие они усталости, сажают вот этих пожилых людей мирных. А сами идут пешком». После истории с передовой студенты смогли задать вопросы военнослужащим. На данный момент Виктор Исаев и Равшан Довранов демобилизированы по состоянию здоровья, но продолжают помогать своим товарищам. Каждый месяц они собирают и отвозят гуманитарную помощь. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Патриотический автопробег в поддержку президента Российской Федерации в честь его дня рождения. К колоннам машин, украшенных государственной символикой, присоединился и городской округ Люберцын. Перед стартом с участниками пообщались мои коллеги. «Мне кажется, это важно для того, чтобы, прежде всего, наш лидер чувствовал поддержку и знал, что за ними люди, и Люберцы точно за ним». С самого утра около Дворца спорта «Триумф» собралось более 200 машин. Люберчане готовились к автопробегу в поддержку президента России. Участники украшали автомобили флагами и символикой команды Путина. «Такие движения сплочают. Это круто. Это побольше таких мероприятий». «Я хочу поддержать президента, ребят, которые воюют за Россию. Хочу пожелать им удачи. И данное мероприятие, оно сплочает». Елена Селенская тоже приняла участие в акции. Для патриотического автопробега она показала небольшое и необычное представление. Управление машиной в технике прохождения поворотов с заносом под названием «Дрифт». «Сегодня мы на автопробеге команды Путина. И мы, дрифтеры, присоединились к этому. Мы хотим показать, что нас нужно не только наказывать уличных дрифтеров. Мы показываем тем самым, что мы за вас». Финиш заезда – Красногорск. Туда съезжались все участники, которых насчитывалось более двух тысяч. От городского округа Люберцы к патриотической акции присоединилось около 300 человек. «Россия вперед! Путин вперед!» Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В июле прошлого года в России появилось новое общественно-государственное движение для воспитания и организации досуга молодежи. Его наблюдательный совет возглавил президент страны Владимир Путин. Сегодня отделения движения первых открыты в каждом муниципалитете Российской Федерации. Активисты и кураторы проекта в городском округе Люберцы приняли участие в двухдневном форуме. На встрече работали мои коллеги. В инженерно-технологическом лицее всю неделю каникулы, но здание все равно не пустует. Здесь собрались участники школы актива «Движение первых». Около ста активистов и тридцати кураторов первичных отделений. Прокачивает свои навыки, изучает больше про «Движение первых», учится новым форматом работы, новым форматом взаимодействия с детьми. На следующей неделе они придут в свои школы, на следующей неделе они пойдут к ребятам, к своим товарищам, к своим ученикам и будут им рассказывать про «Движение первых», будут внедрять новые практики работы с молодежью. Это такая интересная, действительно многогранная история, объединяющая и детей, и молодежь. Несмотря на то, что она имеет 12 разных направлений, я думаю, что каждый от 7 лет до 18 найдет в ней свое место. Участников форума разделили на 4 направления – «Твори», «Взаимодействуй», «Создавай» и «Сотрудничай». По каждой тематике компетентные спикеры, готовые поделиться своим опытом. Мне действительно приятно, что меня позвали сюда, и мне вдвойне будет приятно провести для тех из вас, кто выберет это направление, тележурналистику. Каждый из вас должен научиться коммуницировать с людьми, должен научиться получать от них информацию, даже когда они не хотят это сообщать. И выстраивать свою картину мира, опираясь на мнение других людей. Фактически год исполнился с начала такой правильной очень идеи, подачи, организации, которая была создана и по инициативе президента, и фактически все регионы принимают участие, вся наша страна. В городском округе Люберца открыто более 30 первичных отделений «Движения первых». Они созданы на базе школ, молодежных центров, техникумов и вузов. Стать частью большой команды может любой ребенок и подросток. Для этого нужно подать заявку на сайте объединения. Луиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Лидер не только в округе, но и в Московской области. Уже несколько лет подряд входит в список 100 лучших школ региона и по праву считается флагманом образования. Гимназии номер 16 «Интерес» исполнилось 10 лет. Воспитанники и педагоги учреждения образования добились больших успехов, но не перестают ставить перед собой высокую планку. Как прошло участвование гимназии и юбиляра, покажем в следующем сюжете. Атмосфера праздника царит сразу при входе в гимназию. Каждый этаж здания украшают фотозоны, плакаты и рисунки, сделанные руками школьников. А в просторных коридорах мини-концерты с участием детей. Так 16-я гимназия встречает свой 10-й день рождения. Конечно же, я хотела поздравить в нашей школе процветания. Больше побед, еще больше учеников. Можно еще несколько корпусов, чтобы наша школа только процветала, становилась еще лучше, выходила в первые места. Учиться в этой гимназии – это радость для всех учащихся, потому что создают очень комфортные условия и учителя, и администрация школы. Вот здесь все очень комфортно, особенно учителя, они лучшие во всем мире. В актовом зале тем временем собрались все, кто причастен к этому празднику. От воспитанников и выпускников гимназии до педагогов и людей, которые стояли у истоков строительства объекта образования. Очень хорошо помню, когда в марте еще был только фундамент и первый этаж школы, и никто не верил, что в сентябре дети пойдут в школу. И каждый день Владимир Иванович был на стройке, я еженедельно была на стройке, со строителями в плотном, тесном контакте работали. Пяти педагогам, которые работают в гимназии со дня ее основания, Ирина Назарева вручила знаки отличия главы городского округа Люберцы. К поздравлениям присоединился и председатель Совета депутатов Владимир Ужицкий. С апреля прошлого года он возглавляет попечительский совет 16-й гимназии. Гимназия сегодня занимает четвертую строчку в Московской области. Для Люберец вы сегодня гордость, Ирина Валерьевна, реально гордость, потому что вы флагман образования не только Люберец, но и всей Московской области. И это правда. Потому я сегодня хотел бы сказать огромное спасибо вам, Ирина Валерьевна, всему педагогическому коллективу, потому что вы сумели сделать, я думаю, не побоюсь этого слова, невозможное. Свои поздравления Владимир Ужицкий закрепил благодарственными письмами и почетными грамотами и также вручил учителям нагрудные знаки отличия. Не остались в стороне ученики гимназии юбиляра. Подготовили в честь десятилетия родной школы несколько творческих номеров. Если не мы сила поколения, то если не мы наушники... Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Красковском лесу собралась молодежь, которая не безразлична состоянии окружающей среды. Они приняли участие в традиционных субботниках. На площадке работали мои коллеги. Вооружившись рабочим инвентарем и подкрепившись чашечкой чая и пирожком, студенты и школьники приступили к наведению чистоты, несмотря на дождь. Собирали крупный мусор, который не только долгое время не разлагается, но и вредит природе. Мы разбирали мусор, собирали его в мешки, потому что природа – это наше все. Благодаря природе мы живы. Она дает нам все, что мы сейчас имеем. Мы здесь все собрались, чтобы хотя бы сегодня сделать лучше наш лес. Цель таких субботников не только в добровольной уборке территории с началом осеннего периода, но и сплочение подрастающего поколения, воспитание в них экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду. У нас сегодня на субботниках присутствуют и студенты, и школьники, и наши активисты, различных общественных организаций молодежных. И, конечно, важно их приучать, особенно наших школьников, к тому, чтобы они с юного возраста берегли нашу экологию, заботились о наших лесах. Природа же, она сотворена, как говорится, не рукотворным, а портится рукотворным. По окончании сбора мусора ребята приняли участие в мастер-классе по посадке микрозелени, и каждый забрал домой свой саженец. Мы бережем природу! Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ Подведены итоги ежегодного всероссийского конкурса «Семья года». Победителями проекта в номинации «Многодетная семья» стали супруги Негина из поселка Красково. Они воспитывают пятерых детей и ведут активный образ жизни. Молодую семью поздравил с победой глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Большая семья Негинах сегодня встречает гостей. Принимать поздравления и подарки им предстоит часто. Из трех тысяч российских семей, которые участвовали в ежегодном конкурсе, Негинах признали лучшими. Дети занимаются и гитарой, и танцуют. То есть, здоровьем как бы. Помимо гимнастики, ну, помимо спорта, участия в каких-то соревнованиях, они еще и творческие, которые занимаются. Святослав и Мария познакомились еще в школе. Оба супруга выросли в многодетных семьях и оба хотели, чтобы своя семья у них тоже была большая. Мечта осуществилась. Сегодня у них четыре сына и дочь. Самому старшему ребенку 11 лет, а младшему почти два. Лучшая семья нашей страны, да, попасть в такую номинацию, мне кажется, теперь нужно как держать этот статус, да, вот, и не, так сказать, не падать вниз. Я вообще не рассчитывала, что мы где-то что-то займем. Просто попросили поучаствовать, да, мы поучаствовали. Но результатов таких не ожидали. Приятно, да, неожиданно и приятно. В подобном конкурсе Негины участвовали впервые, зато они завсегдата и спортивных, и творческих соревнований. Летом всей дружной командой устраивают семейный велопробег, а зимой – лыжные прогулки в лесу. На следующей неделе образцовую семью будут чествовать на государственном уровне. Луиса Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, Александр Глазов, телеканал ЛРТ. В сентябре в Республике Маврики прошли чемпионат и первенство мира по карате «Сиотокан». Соревнования собрали почти 900 спортсменов более чем из 20 стран. В составе сборной команды России были каратисты из Люберит. С какими результатами они вернулись, расскажет Богдан Колесников. Старший тренер комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Сергей Оболенский проводит тренировки пять раз в неделю. Перед началом – упражнения для общего разогрева, растяжка и базовые элементы основных движений «Сиотокан». Милана Янькова восточными боевыми единоборствами занимается восьмой год. На её счету около сотни успешных поединков. Завоевала две золотые медали на международных соревнованиях, три раза одержала победу в первенствах России. 8 октября спортсменка вернулась золотом со всероссийских соревнований по восточным боевым единоборствам. В конце сентября на чемпионате мира по каратэ «Сиотокан» в дисциплине «Кота девушки 15 лет» Милана Янькова заняла второе место. Под конец выступления произошла небольшая погрешность, которая, возможно, и была причиной того, что я не заняла золото. Но я постаралась это принять как часть пути и не сильно расстраиваться из-за этого. Немного пошатнулась потеря баланса, маленькая была. Там ещё были довольно нестандартные для нас поверхности, покрытия. Мы привыкли на татаме заниматься, там были именно маты для самбо. Сергей Аболенский работает в Люберцах более 30 лет. Десятки его воспитанников стали чемпионами России, Европы и мира. Серебряный призёр Кубка мира не только тренирует детей, показывая им наиболее эффективные приёмы в каратэ, но и оттачивает своё мастерство. На чемпионате мира в Маврикии спортсмен занял второе место среди ветеранов. Для меня сейчас выступление на соревнованиях – это не то, чтобы добиться, вызвать кубок, очередную медаль. Само соревнование является стимулом для тренировок. Я всегда детям говорю и сам себе говорю, что когда я перестану выступать на соревнованиях, я сниму каратэги и перестану сам заниматься. У Сергея Боленского занимаются 30 каратистов – от новичков до кандидатов в мастера спорта. И каждый нацелен на достижение результата. В Дворце спорта «Триумф» прошёл открытый кубок городского округа Люберцы по самбо. В нём приняли участие спортсмены, которые только начинают свой соревновательный путь – девушки-юноши от 11 до 14 лет. За выступлениями юных самбистов наблюдала Луиза Езарян. На спортивном параде 133 самбисты из Москвы, Твери и различных городов Подмосковья. Участие в соревнованиях, которые впервые включены в календарь детско-юношеской лиги самбо, важно для каждого из них. Желаю судьям без пристрастий, вам, ребята, хороших выступлений и без здравия. Это начало вашей карьеры, большой карьеры самбо. И то, что вы сейчас будете делать на каврии, показывать наше свое спортивное мастерство, ляжет во ствол вашего большого пути спортсмена. Для спортсменов из Люберец эти соревнования важны вдвойне, так как они отборочные. От исхода серии таких турниров зависит состав сборной команды городского округа на 2024 год. В каждой весовой категории наши спортсмены, которые займут призовые места, будут рассматриваться в качестве кандидатов в сборную команды городского округа Люберца. Потом у нас будет еще два старта ответственных. И уже после этого весной мы приступим к официальным стартам отбора территориального первенства Московской области и непосредственно финал Московской области. Я занял третье место на Центральном федеральном округе среди 10 областей. Недавно занял третье место в Реутове. У меня еще очень много разных спортивных медалей в разных городах. Конечно, я хотел бы попасть в сборную этого округа. Поотрабатывали, немножко поборолись, выучили некоторые новые приемы. Вот и все, я готов. На соревнованиях по самбо разыграли 25 комплектов медалей. В каждой весовой категории определили первые, вторые и третьи места. На счету люберецких спортсменов по 11 золотых и серебряных медалей, а также 22 бронзы. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok